привет всем с вами ваша silver butterfly серебряная бабочка сегодня у меня будет рассказ про костюм national так говорят здесь в англоговорящей стране вообще звучать должно так по-французски костюм националь да но больше на американского костюм национал за что в россии его зовут почему-то иногда на разный манер типа костюм национал или там просто костюм националь в общем как хотите так и назовите но правильно костюм национал вот когда про моду слушаешь передачи когда смотришь подиумные пробежки этой этого бренда все становится на места кстати насчет подиума моделей и дизайна дизайна эта компания естественно fashion дизайна то есть дизайнер моды костюм национал этот трейдмарк то есть это бренд название которое основано двумя итальянцами 1986 году на минуточку но популярность в духах началась в двухтысячных когда они только запустили эту линию духов наряду с аксессуарами сумками и так далее а началось все с того что шили это шили моделей из прекрасных тканей из дорогих тканей самое главное было вот это вот японскость а почему японскость да потому что один из братьев карло как утром капаса и него капаса и его брат то есть первый брат поехал в японию и он работал на йоджи ямамото и потом когда они поехали в милан в милане это был уже собственный бренд и костюм национал это уже совсем современное кино я не знаю кто является владельцем лицензии на производство этих духов в афрогрантике нет ни слова не полосова в википедии я тоже пока не нашла кто конечный владелец лицензии но речь сейчас не об этом речь о том что духи первоклассные касту которые занизили да да нельзя и не стоит там ниже плинтуса ниже там какого-то любого масс-маркета или celebrity парфюм стоимость моральная и материальная намного дороже сейчас я вам это докажу посмотрите у меня есть такие такие такой такой и такой в общем много еще один я подарила с чего все пошло я смотрю репортаж одного блогера причем уже вторично попадается такое что она недоумевает почему аромат такой хороший а стоит так дешево вот я тоже иногда недоумевая почему некоторые ароматы в россии стоит три копейки то ли это ворованная партия то ли что факт то что не долго не может этот аромат столь 100 и так мало потому что он по всем параметрам заслуживает большего ну сейчас мы с вами разберемся просто хотелось бы немножко затронуть хотя бы немного истории и биографии то есть ведь от этого все идет если ты не знаешь почему google в помощь идешь находишь википедию находишь информацию про про лицензии парфюмов находишь в общем копаешься прежде чем обозревать какой-то парфюм и самое обидное что вот тот блогер который говорит ее там упрашивают пока покажите пожалуйста побольше про костюм на шинал потому что мы ничего не знаем про этот бренд и никто ничего не говорит этот бренд и самое обидное что я так говорю про этот бренд и ладно говорю я уже полтора года назад об этом говорю и прохожу как-то не замечено более того насколько я знаю этот бренд очень пришелся к озару многим знаменитым людям в англии во франции но естественно в милане потому что хэд офис находится в милане годовец в это по-английски головной офис вот и еще интересный факт что костюм на шинал это любимый бренд умара джибраилова бывшего любовника собчак вернее она была его любовница и так понимаю у него была жена ну в общем как то так знаю что он любил одежду только вот самую искушенную самым годом кстати есть такое у чеченцев они любят очень модные одежды они как говорят по-английски sophisticated они выбирают не просто модную а такую чтобы мало у кого было и чтобы все спрашивали что это такое что за красота ну господи я сегодня такую длинную предысторию сделал почему потому что обидно когда блогер не делает свой ресурс то есть не делает хотя бы немножко изучения прежде чем распаковывать арматы говорить ой так хорошо сделан вот и слюда типа на месте и вот и все так чисто ровно и четко и почему-то он так мало стоит что то тут не то вот я тоже не пойма что тут не то давайте какой-нибудь тогда откроем за из этих двух такой я уже открывала но мне пришлось пойти на одну тусовку и я подарила мы сейчас откроем заново новую версию они там отличаются во первых насколько по описаниям мне нравится костюм нашу на вот в этом в красном и все они хороши это блогерша делала были такие два брызга бежевый такой пудровый костюм нашу на я вот тоже свойствием такой попробовала и вот мы вытаскиваем вот такой вот пауч по-английски это пакетик такой не вытаскиваем такое чудо но это ж не кайф разве это вот такая льдинка но просто кайф ну значит немножко предыстории костюм нашу на ароматы представлен двадцати двумя ароматами в нашей энциклопедии фрагрантики самый ранний этого бренда 2002 последний двадцать двадцать три костюм нашу на работали с такими парфюмерами как доминик рапион жульген раскин раскин и фани болт антоин ли доминик мульхо сэн лорен бриер и так далее то есть имена приличные и аромат приличный у меня вот уже получается шер есть то есть это светленький такой потом вот этот вот интенс и сам по себе сэнд вот то есть сэнд по-английски запах вот он такой у меня 50 и точно такой же только стольничек когда я его покупала опять же продавец скорее всего понятия не имел что это просто искусство арт как говорится искусство моды и думал что-то такое неизвестное а неизвестное значит плохое или неизвестное значит дешевое ну как-то так я этим воспользуюсь и сразу взяла все что у него было там в продаже и я вот так вот наносила кстати сначала как было я не купила сразу тоже хотя знал этот парфюм он у нас был как раз таки в двухтысячных в самом крутом магазине для самых богатых людей но опять же никаких блогеров никто не об этом не сказал я не знаю вот реклама там у них хромает и почему она хромает я не знаю кто у них в менеджменте находится потому что все равно что вот у тебя есть бриллиантовое кольцо а ты хочешь его продать да и ты ходишь по каким-то лавкам долларовым и хочешь чтобы у тебя его купили и потом не можешь быть потому что те кто покупает они не соображают моде ой какой же он тонкий и в то же время загадочный такой это фантазийный запах он не абсолютно не природный но он такой классный но просто вау и ах и у меня и так был и в спрее и вот я теперь буду охотиться за значит есть еще костюм на шинал один называется потом двадцать один это вот еще вот с такой вот формочка да вот этот поп коллекшн красный 2011 года кул глосс потом с розова вот таким такой нежная розочка 2004 интенса вот он у меня в руках и сэн интенс парфам то есть он еще и в парфами интересно у меня что у меня просто и потом идут красные лимитки и самое прикольное что во фрагрантике нету вот этого там написано соу нюд то есть такой нюдовый а не такая форма а была вот такая ой такая вот продолговатая она была более бежевая и совсем другая и просто нюд никаких соу в общем они да довольно таки часто производят до сих пор якобы 2023 у них в списке продакт продакшн да то есть не производят это каковы то кайф я не знаю мне прям тянет что-то еще открыть это я просто рада а я тоже такая думаю зачем мне так много давай-ка я продам вверх два двойника один стольник другой полнеть но у меня нет таких людей вокруг меня которые бы это оценили я показал одной и она такая шанель хочу господи ладно иди 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 ищи шанель а вот мне вот это по душе больше так давайте распечатаем вот этот вот сэнд который стольничек прям сразу распечатаю тянем потянем вытянули репку вот такая красота огромная то есть сэнд просто запах да а здесь у меня сэнд интенс ну вот так вот делаешь насчет ой распаковка всем распаковка ой ой боюсь так ну что вытаскиваем здесь такой заглушка с пустым верхом и наносим раз два у так это совсем свежее получается тем вот это твой мой интенс хочу на себя даже ой как классно свежинка просто какая-то свежинка на ветру они отличаются а я думала ну почти что не они отличаются отличаются ну что даже не знаю что лучше и этот класс но этот вечер не больше кстати в обычном варианте он просто в черном флаконе да а такой же вот только черный а это просто сэнд по моему это самый первый 2001 года так и что у нас тут абрикос цветочный зеленые белые цветы древесные свежий свежий пряны и животный создал лорен а бригер 2001 год и представьте себе значит написано принадлежит группе восточные цветочные а мне кажется такой более такой ветреный восточный даже вот очень странный ароматом такой нету ни одного и цветов здесь не указано то есть указаны аккорды и единственное что написали что амбровый аккорд цветочный да а здесь не написали ничего вот тебе и на ну что скажу это аромат для деловой женщины вот такой вот деловой женщины которой некогда а кстати вру вот она доскакала пусть у меня убежала страница амбра чай гибискус жасмин древесные ноты здесь канаде значит а стоит такие вещи 147 долларов 60 центов канады за вот такой вот объем 100 миллилитров а сейчас он такой сладенький стал прелесть просто вот такой вот горько сладкое кино ой вал где-то продается без упаковки за сто двадцать три доллара кей и пробничек продаю сам пробничек за 1352 в общем 13 до 52 цента вот тебе и на и одной статьи ничего приличного про костюм на шурнал не могут мне написать во фрагантике ну что поделаешь первое интервью читаю и все кристина егорова написала вернее ревью очень яркий самобытный но с явной лекарственной ноты а мне кажется не лекарственная вот какой-то вот чай на горький чай и какая-то сладость я чувствую бальзам звездочку может быть что-то есть но совсем мало он не такой неприторный как бальзам звездочка именно какой горечь полыни он прям проникает в каждую клеточку вашего тела и в каждую ниточку вашей одежды для тех кому нравится этот парфюм может стать вторым парфюмерным я вау ну в общем что сказать молодец я что все-таки купила вот эти два наверное это хиты и то что у меня на руках сейчас кладем это в этот кармашек можно спокойно идти в сумочку меня так он и был до тех пор пока я не подарила теперь у меня будет опять такой чтобы если когда-то забыл парфюм с собой бац у меня всегда есть вот такой вот вариантик желаю вам иметь вот такие вот запасные варианты запасных игроков в своей команде изучать про парфюмы не говорить огульно про хорошие бренды что это странно или что-то например также как произошло с мабуса лишь потом произвела расследование и вот эти вот противные ароматы как выясняется казалось что они просто использовали имя мабусан поставили это на веб-сайт как официальный да а на самом деле производил их неизвестно кто и очень просто жалко что вот так вот происходит с некоторыми брендами наверное опять же это зависит от недобросовестности тех кто там работает они не до конца выполнили свою миссию они не сделали это профессионально они не затратили свою энергию чтобы это дошло до общества надеюсь что до нашего общества это все дошло всего всем всего самого-самого хорошего с вами была сила батафлай серебряная бабочка и костюм на шанал пока пока я полетела